Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода. Это мой канал. Многие из вас меня знают. Кто-то, возможно, смотрит впервые, но потом, я надеюсь, подпишется на мой канал. Собственно, по теме данного ролика, который я сейчас записываю, это не формат моего канала вообще, потому что на канале я делаю какие-то обзоры, потом видеоинструкции по плетению, снимаю свой влог, показываю своих друзей, стараюсь путешествовать по Украине, показывать интересные места. Собственно, всё в таком формате. А то, что будет сейчас, я никогда даже не думал о том, что я буду такое записывать. Когда-то давно, уже 18 лет назад, я был арестован, после чего осужден. И, собственно, я некоторое время отбывал наказание на территории Российской Федерации, так как жил раньше там. Сейчас я живу в Украине уже некоторое продолжительное время. Ну и, соответственно, в ещё 2006 году, когда я, в принципе, только освободился, я написал книгу, которая называется «Мир, который рядом», в которой изложил, в принципе, от начала и до конца момент столкновения с системой правосудия, так называемой, как меня приняли, как из меня выбивали показания, соответственно, как настраивали против меня моих приятелей, и всю процедуру, как меня осудили, как я сидел, с кем сидел, в каких условиях сидел, куда переезжал. И до момента своего освобождения. Книжка получила неплохой резонанс, её читали как и в России, так и в Украине. После моего переезда в Украину знакомые парни сделали небольшой тираж этой книжки. Она разлетелась, опять же, как и по Украине, так и по России. То есть она вся была раскуплена, деньги с продажи этой книжки пошли, опять же, на помощь парням, которые сидят. Ну и так получилось, что уже, получается, после выхода книги прошло 13 лет, можно сказать, и до сих пор время от времени у меня про неё спрашивают, и спрашивают о каких-то определённых нюансах. Там, Любомира, расскажи, как было это, расскажи, как было то, а почему бы тебе об этом не записать видео. Ну и, соответственно, книжку в видео рассказать невозможно, и мне кажется, что это будет скучно сидеть, смотреть на меня на вот такого, который будет вам вещать всю вот эту вот тюремную тему. Но, так как всё равно вопросов много, многих это интересует, я попробую кое-что рассказать из того, что было, с чем я столкнулся, о каких-то своих переживаниях. Вот, опять же, сразу делаю сноску на то, что это был 2001 год и территория России. Сейчас уже 2019 год, соответственно, система исполнения наказаний, как и наш менталитет, как и все устои и там всякие законы и понятия, они постепенно меняются, и я не уверен, что сейчас всё так, как было тогда, когда был я. Я как бы долго думал вообще, что в этом ролике можно рассказать. Блин, потому что всё-таки больше четырёх лет жизни, а я человек такой, который не сидит на месте, и всё время хочется чего-то интересного, как-то выживать, как-то развиваться, что-то делать и творить. Вот, соответственно, как бы различных ситуаций, случаев было много. Вот, и хрен знает, с чего начать, чтобы вот это вот всё рассказать. Поэтому решил описать несколько просто ситуаций. Ситуации, когда вы впервые попадаете в тюрьму. Ну, тюрьма это называется в простонародье. На самом деле тюрьма – это помещение камерного типа. Это определённые условия содержания, считаются одними из самых жёстких, потому что человек годами сидит в камере, выходит только на прогулки, там, час или два в сутки. Вот, ему приходится сидеть с одними и теми же людьми в камере, и, соответственно, когда одни и те же люди, не меняясь, сидят в камере, они постепенно друг другу надоедают, доходят до того, что они, как волки, просто делят территорию, друг другу в жизнь не лезут, и случаются конфликты. Именно помещение камерного типа по КТ – это и есть тюрьма. Остальные помещения для содержания, они все называются по-разному. Ну и, соответственно, давайте начнём по порядку. Это, конечно же, обезьянник. В обезьяннике сидели многие. Что такое обезьянник? Это просто клетка, в которой вы сидите, когда вас приводят в отделение районной милиции. Вот, полиции сейчас. Да, вас туда закрывают. Вот, и пока не решат, что с вами делать дальше, или пока не приедет следователь, и так далее. Либо пока вы ждёте машину, чтобы вас перевозили куда-то дальше. Меня закинули в обезьянник, и я ждал своего, так сказать, маленького этапа на ИВС. ИВС – это КПЗ, это изолятор временного содержания. А раньше, вроде при Советском Союзе, это у нас камера предварительного заключения, собственно. Место, в котором, ну, разбито на камеры, соответственно, в котором сидят люди, осужденные посуточно, например, где, ну, сейчас не знаю, как раньше был такой размер наказания, как 15 суток административно, да. Для них есть специальные хаты, так сказать, ну, называемые камеры в КПЗ, где они ночуют, где их кормят и с утра вывозят на работу. Также в ИВС находятся все те, кого только как бы приняли, да, и ещё не успели обработать и решить, что делать дальше, у кого только начинается следственное действие, кого дёргают к следователю. Вот. Также в ИВС привозят уже из СИЗО на следственные эксперименты, следственные действия. То есть, когда вы уже сидите под следствием, но и ваше дело идёт, когда находятся какие-то свидетели, очные ставки и прочие дела, не всегда на СИЗО, сейчас расскажу про СИЗО, к вам может приехать там адвокат, следователь, или там вам не могут привезти людей для очной ставки, там потерпевших, поэтому вас вывозят по месту жительства, по месту судебного следствия в ИВС, и там вы находитесь на время судебных, так сказать, действий, ну, обычно там день-два. А когда меня привезли в КПЗ, единственное, ну, я никогда там не был, я был только на сутках, это было в городе Усинске, там, в республике Коми, мы отсидели двое суток, но мы сидели в компании, нам было весело, мы там играли какие-то карты, вот, и было всё прикольно. Тут же меня подозревали в убийстве, и, соответственно, я уже не думал о каком-то веселье, и не понимал, что со мной будет дальше. И, соответственно, когда открылись тормоза, тормоза – это двери камеры, вот, и меня туда, собственно, запихнул мент, мне было страшно, потому что я никогда не был там, вот, я смотрел какие-то фильмы, смотрел, читал какие-то книжки, но, знаете, всё это литература, всё это чьи-то рассказы, а когда ты сталкиваешься с этим самым впервые, всё равно ты, ну, как бы, переживаешь, что же там будет, что будут за люди, хрен его знает, как вообще всё случится. Вот, меня столкали, это было такое полутёмное помещение с тусклой лампочкой, с тремя или четырьмя двухъярусными шконками, ничем не застеленными, такие металлические, вот, в правом углу, получается, был дальняк, ну, параша, так называемая, да, потом умывальник какой-то, какой-то стол сооружённый, небольшой, откидной вроде, вот, и, собственно, некоторое количество людей, вот, люди совсем обычные, то есть, они не похожи на каких-то бандитов, да, которые сейчас тебя будут рвать, вот, нет ничего такого, как часто показывают в фильме, «Эй, кто ты такой, там, давай, покажи, расскажи, отдай», собственно, ничего нету, наоборот, людям интересно, кто к ним заехал в хату, потому что, ну, интересно общение с новым человеком, интересно узнать какую-то историю, как человек попал, потому что, именно в этом месте часто сидят ещё те, которые заехали так же в первый раз, как и ты, только, например, вчера, а кто-то позавчера, и все ещё, как неоперённые такие, новобранцы, так сказать, и все переживают, все примерно на одной волне, вот, и какого-то, так сказать, чтобы был какой-то беспредел, да, или что-то там, типа, «Бля, я буду там, чувак», такого, конечно же, нету. А насчёт передач с воли на КПЗ, это самое, наверное, удобное место, туда можно затянуть всё, я вот сидел в Подольском КПЗ, Московской области, то есть туда можно затянуть бухло, вообще легко, через ментов, в ночную смену, мусор остаётся, который в ночь, вот, ему, почему бы ему не заработать, да, и тебе приносят водку, тебе приносят нормальные сигареты, какие-то там, жратву, платят этому мусору просто, и он тебе приносит всё, только главное, чтобы ты с утра его не сдал, как бы, чтобы не было никого там с сильнейшим перегаром или прочего, то есть, чтобы под утро это всё было убрано, он сам выкинет все эти бутылки и наведёт порядок. Вот, также слышал, что в КПЗ можно легко затянуть тех же самых проституток, устроить какую-то свиданку в пустующей камере, всё зависит от мусоров, которые охраняют ночью. Вот, собственно, так примерно выглядит КПЗ, дальше углубляться не буду. Если следователи у вас не дёргают, вас собирают на этап и везут в СИЗО. Я уже несколько раз упоминал СИЗО. СИЗО переводится как следственный изолятор, на жаргоне, на сленге это называется «централ». Сидят в изоляторе как подследственные, так и осужденные, но осужденные уже как бы ждут срока этапирования на лагерь, на зону и, ну, чаще всего на очень долгий срок не задерживаются. Поэтому большинство народов в камерах, ну, опять же, как было при мне, были люди, которые находятся под следствием. Вот, приезжая на СИЗО, ну, как, когда ты попадаешь в КПЗ, ты вроде бы, как бы, еще, ну, вроде уже сталкиваешься с миром, таким, так сказать, уголовным, да, зэковским, но по сравнению с СИЗО это все еще, как бы, такие, как игрушки. Вот, ты не видишь всю полноту картины. Когда ты приезжаешь на СИЗО, вот, там тебя уже жестко принимают. То есть, с автозака, когда тебя выгружают, тебя пиздят, дубинами ОМОНовцы, они все в масках, они орут, лают собаки. Вот, и тут ты начинаешь понимать, что, блядь, страшно, что за хуйня. Вот, и всех с автозака закидывают в большое такое помещение, которое называется вокзал. но, опять же, это было у нас так, меня привезли на Серпуховской Централ. Вот, большой вокзал, в котором, в течение дня, в это помещение загружают все этапы. То есть, все, кто, ну, вот, этапы приезжают с разных городов, с разных судов, отовсюду, привозят последственных, там, заключенных, осужденных, вот, и грузят вокзал, 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 вокзал. Но, так как оно довольно-таки просторное, он не набивается так, что все как муравьи. Ну, там есть какие-то столики, какие-то околы, там, что-то похоже на сиденье. Вот, и там уже куча народу, и ты понимаешь, что кто-то, вот, видно, что заехал в первый раз, там он озирается, видно, что есть уже какие-то акулы, которые не в первый раз даже сидят. Есть те, которые, ну, видно, что приезжают уже в СИЗО, ну, чувствуют себя в вокзале как дома. Вот, и ты там проводишь целый день, ну, с кем-то разговариваешь, общаешься, но все равно как-то это все еще настороже, потому что не знаешь, что будет дальше. А дальше, после последнего этапа, который привозят, это уже вечером, ну, то есть, вот я проторчал уже целый день в этом вокзале, вот, начинают по фамилиям выдергивать с вокзала. То есть, называют фамилию, ты выходишь и тебя начинают шмонать. Шмонают все твои вещи, полностью тебя раздевают, забирают ботинки, из ботинок достают ступинаторы, переламывают подошву, зажигалки, вообще кучу-кучу всего объявляют запрещенным, забирают, делают это, опять же, ОМОНовцы в масках, если ты что-то не так сказал, тебя сразу бьют, ставят к стенке, ладошки наружу, растяжку делают, чуть ли не на шпагат не сажают, стараются, ну, как бы, морально и физически тебя унизить, вот, и после этого всего закидывают, ой, как же это тоже называлось у нас, грязная, вот, грязная камера, почему грязная, потому что ты приехал с этапа, но ты там не принял душ, ты не сходил в баню, короче, и ты еще не находишься в камере, в которой ты будешь сидеть, то есть, это такая, как бы сказать, сортировочная камера, тебя туда закидывают на всю ночь, то есть, ну, и вместе с тобой закидывают других людей, и вот тут ты уже, ну, их меньше, чем в вокзале, там может быть 8, 10, 15 человек, там стоят двухъярусные шконари, опять же, без какого-либо постельного белья, есть розетки, и можно, в принципе, пользоваться кипятильниками, и варить чай, там, чифер, и прочие всякие дела, что-то есть, вот, и вот, когда туда я попал, там ты уже начинаешь общаться с людьми, которые сидят, это грязно сидеть, как я уже сказал, там надо всю ночь, вот, и люди, которые уже бывалые, которые приехали в СИЗО не первый раз, которые там выезжали на суд, или выезжали на какие-то следственные действия на КПЗ, вот, обычно с КПЗ еще приезжают затаренные всякими передачками, потому что там можно больше всего привезти... Блин, можно рассказывать долго-долго и часами, а я не хотел записывать очень длиннющий ролик, поэтому в этом ролике вообще хотелось рассказать про КПЗ, про СИЗО, про СИЗО второе, где я был, и про трагедию, транзит, транзитные хаты, и про сам, собственно, лагерь, да, уже, когда приезжаешь на зону, но, блин, я вот сейчас понимаю, то, что ролик уже длиннющий, поэтому давайте я, наверное, закруглюсь, вот, это будет таким пилотным, так сказать, выпуском, вот, если интересно и заходит, то давайте в следующий раз я продолжу и расскажу уже про КПЗ, про Централ, на который я попал после 7 месяцев отбывания, так сказать, даже не отбывания, а 7 месяцев следственных своих, вот в этом Серпуховском Централе, потом я поехал на Капотню, и условия содержания, они там уже другие, вот, если интересно, собственно, ставьте лайки, кто поставит дизлайк, тот нехороший человек, и, соответственно, пишите в комментариях, продолжать или нет, потому что мне реально не хочется быть каким-то, блядь, YouTube-гуру преступного мира, мне просто хочется ответить на ваши вопросы, раз уж вы их спрашиваете, ну и, соответственно, если этот формат заходит, будем продолжать, вот, с вами был Иван Мирборода, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok